Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мне захотелось сделать расклад. Во-первых, сразу скажу, что расклад будет на одну позицию. Причина, почему я выбрала на одну позицию, ну, помимо того, что такой формат очень хорошо предполагает работу на одну позицию, с другой стороны, мне захотелось действительно погрузиться в расклад. Не случайно он называется «погружение в себя». Мне захотелось посмотреть наши внутренние, как бы так сказать, потаенные такие углы нас самих и белые пятна, на которые мы вообще не обращаем внимания. Поэтому сразу могу сказать, что наше внутреннее восприятие себя, то, как мы себя воспринимаем, оно, возможно, сегодня будет не совсем приятным. Но даже если будет больно, в принципе, это каким-то образом должно сподвигнуть вас на то, чтобы задуматься немножко, и для кого это будет актуально, что-то в себе изменить. Но однозначно мне просто захотелось сделать такой достаточно психологический расклад, как я люблю, с глубоким погружением. Не знаю, насколько у меня получится это. Вот, но захотелось мне сделать именно его. Так, колоды, которые я приготовила и с которыми буду работать, вы их, наверное, видите, да? Здесь это Таро Неба и Земли, немножко, насколько видно, наполовину Таро Сумасшедшего Дома, эпическое Таро и метафорические карты. Даже, скорее всего, может быть, оракул. Это вот Soul Card, вы видите, в зеркальном отражении. Вот, поэтому буквы могут быть перевернуты. Но давайте посмотрим. Наша задача увидеть иллюзорность мира, того, как мы воспринимаем что-либо, в том числе и себя самих, и насколько нас воспринимают другие люди. То, как мы видим себя изнутри, и то, как мы видим через других людей, либо об других людей. Себя, насколько это может разниться. Но, в любом случае, задача этого расклада немножечко задуматься. То, как я и люблю. Не случайно мой канал, я и переименовала, да, Тарот Философия, то есть Философия в Таро. Итак, у нас, значит, будет пять двойных вопросов. Почему двойных? Потому что наше восприятие и восприятие через других людей. Нас я буду смотреть на колоде неба и земля, а нас через других людей буду смотреть на колоде эпического Таро. Итак, выкладываем, значит, пять карт. Сейчас я еще раз потасую. Мы посмотрим. Так, сделаем сюда и сюда. Так будет видно, да? Такая вот у нас звезда. Это внутренняя, вот. И пояснять будем, наверное, на колоде Таро Сумасшедшего дома, либо на соул-карт. А это внешняя звезда. Она будет восприятием людей. Так, тоже уберем в сторонку. Она нам не нужна будет. Так, подвину. Вот так. Итак, начнем сначала с нас. Кем вы себя считаете? Каким человеком вы себя видите? Опять-таки, без сигнификации, потому что, прежде чем начну, сразу скажу, что для меня не столь важна сигнификация по причине таких глубоких раскладов. По причине того, что мы не разбираем лично вас общие расклады. Здесь вопрос в данном раскладе не созвучия, а в том, какую информацию вы зацепите. То есть, какая вас зацепит. Это может быть что-то одно, это может быть какое-то слово, это может быть какая-то фраза, какое-то выражение, образ. Суть заключается в том, чтобы услышать что-то, что вызовет некий отклик внутри вас. Если такое происходит, возможно, если у вас там слезы пойдут, либо как-то вас эмоционально цепляет, это показатель того, что то, что вам нужно было услышать, вы это услышали. Итак, кем вы себя считаете? Интересный момент девятковичей. Знаете, я бы сказала, что ваше восприятие себя как человека достаточно тревожного, человека достаточно волнительного. Где-то в каких-то моментах, возможно, вы что-то преувеличиваете, делаете в каких-то моментах. Не всегда это. Можете сделать из мухи слона, то есть как-то накручивать. Причем это накручивание, оно идет путем каких-то размышлений. То есть вы, возможно, прокручиваете какую-то ситуацию, которая случилась у вас. Она вас как-то зацепила. И пошло-поехали. Начали раскручиваться эти мысли. Почему этот человек поступил так? Почему он мне сказал? Может быть, во мне есть это? Может быть, что-то я не вижу? То есть начинаете многие вещи додумывать. Это, конечно же, не всегда. Но мы рассматриваем на данный момент ваше восприятие. Человек, который периодически переживает, очень волнуется. Возможно, некоторые из вас могут считать себя мнительным человеком. Человеком, который считывает знаки и причем в некоторых моментах вы можете быть предубежденной личностью. То есть, например, верите в то, что мусор ночью не выбрасывают, либо деньги не отдают ночью. То есть какие-то такие приметы, которые вы для себя выбрали, и иногда они излишне заставляют вас как-то переживать и волноваться. Опять-таки, это не у всех, но бывают такие моменты. А так, в принципе, знаете, хочется сказать, никому не нужное вот это вот чувство вины всплывает по девятке мечей, какие-то переживания, думы. Если у вас бывают бессонницы, когда вы о чем-то переживаете, либо волнуетесь за что-либо, вы начинаете ночью думать, и вот где-то там угрызение совести, где-то что-то вам кажется страшным, вы не сможете преодолеть какие-то моменты. Вот в ночное время, да, здесь вот как-то увеличивается, как под увеличительным стеклом все темные какие-то аспекты. Но вы однозначно беспокойная личность, вот так скажу. Причем внешне это может выглядеть так, что вы достаточно уверены. Конечно, сейчас я посмотрю, как вас люди видят, да. Вы себя видите как человека такого беспокойного, человека, у которого всегда есть какое-то, может быть, небольшое чувство вины за то, что зачем я лишний раз это сказал, можно было промолчать, либо зачем я что-то сделал. Вы человек, который погружается, понимаете, здесь в этой карте мы видим человека, во-первых, ночь, да, однозначно. Темное время, оно всегда преувеличивает что-либо. С другой стороны, в этой карте характерная черта, что человек закрывает, во-первых, ему самому страшно, да, потому что ночь. Во-вторых, он закрывает лицо руками. Когда мы закрываем лицо руками, мы направляем свой взор внутрь себя. А если мы в этот момент находимся в состоянии беспокойства, да, либо волнения, либо тревожности, ну, нам на душе не очень-то хорошо, то мы это начинаем замечать. И здесь, плюс ко всему, мы видим мечи, да. Мечи у нас ассоциация с мыслями, да, как символ наших мыслей. Вот мы начинаем прокручивать эти мысли, то есть у нас и так на душе состояние не очень хорошее, а мы еще это включаем как в некий такой круговорот, да, и еще больше думаем о том, что нам и так нехорошо. То есть здесь акцент идет на то, что то негативное состояние, которое у нас есть, вместо того, чтобы переключиться на что-то позитивное, мы начинаем увеличивать путем фокусировки на том, что у нас есть. И третий момент этого аркана, девятки мечей, он всегда говорит о том, что мечи здесь у нас направлены вправо, в будущее, но вы можете видеть зеркальным отражением, поэтому вам может оказаться в другую сторону. Вот, то есть суть аркана говорит о том, что своими мыслями мы создаем, по сути, наше будущее. А поскольку вы человек тревожный, как я уже сказала ранее, да, по своей натуре, то вы вот этими всякими сомнениями, неуверенностью, может быть, в себе, в завтрашнем дне, вы формируете эту неуверенность в будущем. То есть то, о чем вы думаете, вы такую реальность твою и создаете. Это может быть состояние временное, это может, ну, то есть вот на момент здесь и сейчас. А возможно, это одна из ваших, таких, знаете, темных, водоенных аспектов, потому что сегодня сразу скажу, может быть, я буду говорить неприятные вещи, то есть как бы я не сглаживала углы, вот, но когда в нас есть что-то, что мы в себе не принимаем, а не принимаем, как правило, что-то такое негативное с нашей точки зрения, это всегда будет неприятно. Это всегда будет вызывать некое отторжение. Поэтому здесь я сразу скажу, девятки у нас все находятся по древу жизни в сфере Есот, который соответствует Луна. Это так или иначе лунное проявление, темное проявление, неосознанное. Да, еще раз скажу, вы можете не осознавать, насколько вы находитесь в бесконечной тревоге, то есть вы ее можете не выражать, но это ваша природа. С одной стороны, эта тревожность, она помогает вам двигаться по жизни, то есть она каким-то образом мотивирует, так как нас уже что-то не удовлетворяет. С другой стороны, чрезмерная тревожность, она создает и наше тревожное будущее, то есть она не дает нам расслабиться и насладиться, успокоиться тем, что уже есть. Таким человеком вы видите себя. Я не буду сейчас дополнять картами, чтобы как-то больше сказать о вас, потому что не в этом задача расклада. Как вас видят, каким человеком вас видят другие люди и считают вас. Причем смотрите, здесь как хорошо изображено. Во-первых, это семерка кубков. Для тех, кто разбирается в таро, здесь глаза закрыты и здесь глаза закрыты. В эпическом таро семерка кубков, она говорит о следующем, что независимо от того, чего вы уже достигли, то есть здесь семерка кубков олицетворяет как некое уже достижение каких-то своих результатов, покрытие уже каких-то своих потребностей, то есть то, что уже есть. И с одной стороны, в этом есть может быть некое такое упование, что мне уже больше ничего не нужно. А с другой стороны, здесь говорится о том, что всегда будьте открытыми, то есть поэтому глаза закрыты, слушайте интуитивно себя для того, чтобы увидеть что-то новое. Всегда есть еще один кубок, как минимум восьмой, который сможет покрыть вам ту потребность, которую вы сейчас на данный момент не видите. То есть да, безусловно, в вашей жизни все хорошо, вас все удовлетворяет, но всегда есть что-то, какая-то потребность, которую можно покрыть, которая пока не удовлетворена. То есть наслаждайтесь тем, что уже есть, и при этом будьте открыты к чему-то новому, то есть для того, чтобы все время как-то развиваться. Поэтому то, как вас видят люди, что вы в принципе человек, который удовлетворен своей жизнью, безусловно, интуитивный. Смотрите, интуитивный, да. Здесь мы говорили, что Луна у нас управляет сферой Есот, где находятся все девятки. А здесь мы говорим, опять-таки, кубки, это тоже наше проявление эмоциональное, которым управляет также Луна, да, то есть нашими эмоциями, по сути, и нашими гормонами, на них, по крайней мере, влияет Луна, наша бессознательная. Здесь очень ярко выражена интуиция. То есть то, что у вас есть, и то, как вас видят люди, да, вот здесь есть это совпадение интуитивности, да, то есть некого внутреннего восприятия себя, не иррационального, вот так скажем. Но они вас видят человеком, который, еще раз повторюсь, скажу, удовлетворен своей жизнью, но всегда открыт к чему-то новому. То есть человек, который воспринимает данный мир, я бы сказала, иррационально, нежели больше рационально. В некоторой степени, если поискать совпадение того, как вас видят люди, и того, как вы себя воспринимаете, кем вы себя считаете, общая, есть, скорее всего, большее проявление вашей эмоциональной природы, я бы так сказала. Так, в каких мыслях о себе, каких мыслей о себе вы избегаете? Давайте посмотрим, какие мысли о себе вы избегаете? Ну, смотрите, десятка мечей. Вы избегаете в себе любые мысли, которые касаются так или иначе какого-то завершения, либо мысли, которые причинят вам боль. Десятка мечей – это всегда завершение, это всегда некий переход с одной стороны, а с другой стороны – это состояние, как бы так сказать, когда я нахожусь на дне, когда я не вижу вот этого рассвета, который здесь изображен. То есть человек упал лицом к земле, ну, то есть лицом оборщен к земле, и ясное дело, что земля темная, и я не вижу выхода. То есть вот эти вот состояния вы всегда избегаете, где вы ощущаете себя, что я нахожусь как-то безвыхода, на положении, да, я не вижу перспективы. Либо когда что-то должно завершиться для того, чтобы зашло что-то новое. То есть вот эти вот моменты – все, конец, я больше так не могу. То есть даже вы можете себя изводить, доводить до предела, но именно мыслями, да, то есть здесь мечи тоже изображены. Вот в своем мыслительном процессе, но отказаться от этого я не могу. То есть такое, знаете, вот ощущение, с одной стороны, я боюсь боли, которые причиняю сам себе своими мыслями, потому что вопрос был о наших собственных мыслях, да, каких мыслей о себе вы избегаете. Все, что, ну, то есть я не готов принять какое-то окончание, и мысли, которые, знаете, вот как бы они перспективные. Но я сразу забегу наперед и скажу, что здесь вот за всеми этими мыслительными процессами есть подоплека эмоциональная в плане, знаете, вот какой-то безысходности, да, и боли от этого. То есть здесь человек, который боится боли, душевной боли, не физической, душевной боли. Поэтому все мысли, которые связаны с этим, знаете, особенно когда надо от чего-то отказаться, отказаться от каких-то своих убеждений, то есть у вас есть, например, свое восприятие мира, да, то, как вы его видите. Ну, элементарный пример, например, как должен проходить процесс в работе, да, то есть кто за что отвечает, как должен выполняться тот или иной план, либо воспитание детей, как детей нужно воспитывать, что нужно говорить, да, какие правила им выстраивать, и вдруг в какой-то момент вы вынуждены столкнуться с тем, что вам нужно от этого отказаться, потому что уже не работает, потому что что-то изменилось. И вот это для вас, знаете, вот такая сложившая система, когда она начинает рушиться, это вызывает у вас ужас. Это не просто дискомфорт, это ужас, это страх, это паника, то, что вы, в принципе, в себе не любите. Почему? Потому что вот эта ваша черта волнительная, да, она выбивает вас из колеи, то есть с одной стороны я говорила, что вы тревожный человек, да, когда есть вот эта вот тревожность, и вы ее внутри себя ощущаете. Я говорила о том, что она сподвигает вас на дальнейшее движение, то есть да, я тревожусь, допустим, я тревожусь за свое завтра, я переживаю, как там смогу я на старость лет иметь какую-то пенсию, либо какой-то доход, как я буду выживать. И вот эти вот мысли заранее, с одной стороны, минус то, что вы накручиваете, а плюс в том, что они сподвигают вас на дальнейшее движение. То есть перед тем, как это случится, я должен уже сейчас что-то сделать. То есть вы как будто бы либо проживаете в прошлом, либо вы в будущем, в настоящем вас нет. То есть переживания за ваше будущее через мысли о вашем прошлом. Запутанно немножко сказала. То есть когда вы начинаете тревожиться за свое прошлое, что надо от него отказаться во имя будущего, это вызывает у вас дикую тревогу. И вот эта вот тревожность всегда приводит вас к психической, душевной какой-то боли, что я не способен как-то повлиять. То есть в эти моменты вы видите свою безысходность, что я не могу повлиять. Но здесь вот этот вот момент, знаете, когда ночь, и вдруг вот эта вот мгла, этот мрак становится еще больше, и мы видим на стенах, что есть какие-то тени, и нам кажется, что это, я не знаю, наши внутренние какие-то демоны, и мы боимся, и это вызывает у нас бессонницу, и мы все это прокручиваем, накручиваем. И жизнь становится тяжелой и невозможной. Вот эти вот моменты, вот эти вот мысли о себе вы никогда не, ну не то, что никогда, наверное, неправильное слово, никогда, вы в себе не принимаете. Вы всегда избегаете о том, что... Почему? Потому что эти мысли, они будут вызывать у вас перемены. То есть вы осознаете, что вам нужно будет меняться. Поэтому каждый раз, когда вы приходите к концу чего-либо, это будет вызывать у вас именно вот это вот нелюбимое вами состояние тревожности. Как люди считают, какие мысли о себе вы избегаете? Ну, смотрите. С одной стороны, я вижу здесь такое, знаете, гармоничное восприятие вас самих и людей вас. И почему? Потому что здесь у нас была бессознательная луна, очень ярко проявлена. А здесь мы видим две десятки. Только ваша десятка, она страшная именно в мыслях. Десятка мечей. А у людей десятка пендаклевая. Да, тоже десятка, но при этом здесь стабильности. Это карта некого такого наследия. Здесь, насколько вам видно, будет, значит, мы видим здесь старика, который, значит, рассказывает что-то маленькой девочке о будущем. Не о будущем, а о городе, который находится вдалеке. То есть, знаете, когда мы передаем какие-то знания, наследие нашим детям, то есть будущему поколению. То есть, опять мы видим, да, прошлое, как олицетворение в виде старца и будущее в виде девочки. То есть, прошлое должно перейти непосредственно в будущее. Но это десятка пендаклей. Это полная чаша, да, это когда есть некая стабильность. То есть, каких мыслей о себе вы избегаете, о том, что люди видят, да, о том, что у вас уже есть все, что вам нужно, да, то есть продолжение вот этой вот семерки, что вы человек, вот это вот как раз таки они видят вас, вот это ваше беспокойство, да, что вы волнуете, что вот вам все время все мало, да, что нужно что-то другое познать. То есть, вы как будто бы не можете насладиться вот этой десяткой пендаклей, некой стабильностью. Возможно, любые мысли, которые связаны с семьей, которые связаны для тех, кто любит слово род, с родом, с какой-то общиной, с какой-то, знаете, веткой такой семейности, да, вы как будто бы эти мысли избегаете. То есть, люди в вас видят это. Вы как будто бы не перенимаете что-то из прошлого. Вам это неприемлемо. Вы, знаете, вот они вас видят как человека, который, с одной стороны, действительно не может как-то успокоиться, да, и жить спокойно в своей семье. А с другой стороны, человек, который жаждет вот чего-то будущего, каких-то, возможно, новых знаний. Потому что все-таки здесь передача информации, передача в наследие, да. вы как будто бы не принимаете опыт более зрелых людей, более мудрых. Не потому что здесь вопрос эгоизма, да, что я сам себе хозяин, я сам все знаю, сам с усами, вот. А потому что вот эта вот любознательность, да, познание этого мира самостоятельно. не ощущение того, что мне, для меня, не является никто авторитетом. Авторитетом являюсь я. Да, здесь девочка сидит и слушает, но однозначно она слышит в силу своего возраста, в силу своего опыта только то, что может воспринять. Глубину прожитого опыта этого старца она принять не сможет. Она не может, то есть маленькая кружка не может вместить в себя воду из трехлитрового баллона, потому что разольется, нет у нее этой емкости. И вот здесь вот, какие мысли о себе вы избегаете, о том, что вы не можете воспринять, это люди вас так видят, что вы не принимаете, вы как будто бы не принимаете вот этот опыт, мудрость людей, более знающих, что ли, более умудренных жизнью. Почему, почему вы не воспринимаете это, почему людям кажется, что вы это не можете? Здесь, с одной стороны, как будто бы я не могу успокоиться, вы не можете успокоиться и, как говорится, жить, вот здесь чувство, что вы не можете жить в рамках некой такой системы. Почему у людей есть такое мнение, что вот вы избегаете этих мыслей? Потому что вы королева кубков. Королева кубков. потому что вы здесь изображена моего мазерс, жена известного. мистика. мистика. Вот потому что, знаете как, королева кубков это та личность, которая с одной стороны, она, знаете, мягкая, податливая, которая умеет подстраиваться под других, а с другой стороны, очень обидчивая. Причем обижается, знаете, иногда на те вещи, на которые в принципе обижаться, нету смысла. О чем я, что я имею ввиду? У каждого человека свое восприятие. Вот ваше восприятие, вы можете обидеться на какую-то мелочь, на какую-то деталь, потому что вы ее воспринимаете через свою какую-то систему ценностей. То есть вам могут что-то сказать, и для людей это будет считаться нормой. Ну то есть ничего страшного, просто пошутили. А с вашей точки зрения, это будет, что человек пошутил не совсем правильно, не совсем вовремя, возможно, не совсем удачно. И вот вы можете держать обиды. И это будет одним из минусов для вас. И вот эти вот обиды, смотрите, в силу вашего характера, то, как вы себя воспринимаете тревожным человеком, вот здесь общая подоплека в вас заключается в том, что вы не можете воспринимать психическую боль. То есть возможно, конечно же, по королеве кубка вы эмпатичная личность, и это фонит в раскладе. И вы ощущаете как свою боль, так и других людей. И вот этот вот, знаете, страх, что меня ранят, и здесь, скорее всего, даже не то, что вас кто-то может ранить, а вы сами себя можете ранить путем накручивания. И вот из-за этого вы не можете в полной степени перенять что-то от других людей. То есть здесь может быть не только в плюсе, да, как такая мудрость, это может быть какие-то знания, которые вам не нужны. Это может быть лишним для вас, да, то есть для кого-то, возможно, семья это большая ценность, там, я не знаю, родить детей, там, чтобы они создали как-то свою семью, вот, либо там перенять какой-то, например, семейный бизнес, а для вас это чуждо, вам это незнакомо, у вас нет потребности в этом. И вот здесь вот эта вот ранимость, вот эта чувствительность вы не можете перенять. Здесь ощущение, как, знаете, человек, который как оголенный нерв, и то, на что другие не обращают внимания, вы этому уделяете внимание, да, вы уделяете внимание мелочам, каким-то деталям. С одной стороны, это помогает вам понимать людей, их намерения, подоплеку какую-то в каких-то делах, да, либо в коммуникациях с вами. А с другой стороны, люди не обращают на это внимания, и поэтому может быть для вас тон другого человека, да, не что он говорит именно, а как он говорит, может где-то на вас прикрикнуть, и если опять-таки скажем, для большинства людей это будет окей, вас это может как-то ранить. Поэтому вот эти вот такие мысли в себе не воспринимаете с точки зрения людей, я озвучила, и это связано как раз-таки с излишней эмоциональностью, излишней ранимостью и вашей чувствительностью. Так, мне кажется, мы слишком углубились, ладно, идем дальше. На какие эмоции в себе вы закрываете глаза? На ваши собственные с вашей точки зрения? На какие эмоции вы закрываете глаза? восьмерка жезлов? Здесь жезловая масть, она не показывает эмоции, она показывает, знаете, некую такую скорость развития. на то, что в эмоциональном плане вам поможет как-то двигаться вперед. Момент скорости, вот у меня ощущение того, что вы человек, живущий в своем ритме, в своем темпе. и это не говорит о том, что вы медлительны, а это говорит о том, что наоборот, в мыслях вы будете так достаточно скоростные, то есть ваш мыслительный процесс обработки каких-то идей, очень скоростной, то есть ваша голова, ваш мозг работает на больших скоростях. также здесь может быть и с эмоциями, но в действиях возможно вы будете достаточно медлительным человеком, либо наоборот, но здесь однозначно вы закрываете глаза на те эмоции, которые помогают вам каким-то образом двигаться вперед, развиваться. Вот я хочу здесь уточнить почему, да, почему, либо, нет, не почему, а как мы уточним, какие именно эти эмоции. То есть здесь вот то, что надо как-то знаете, быстро прожить, я не знаю, это может быть какую-то обиду, да, либо реакцию скорее всего на что-либо, она должна проходить быстро. Вот вы на это закрываете глаза, вы в это погружаетесь, вы в это залипаете, там я не знаю, кто-то что-то сказал, это вас обидело, и вот вы все, затянуло вас в болото, и сложно выйти, да, то есть вот ваша реакция на эмоции, она такая, зависаете, на какие эмоции в себе вы закрываете глаза, на какую-то вот вашу детскость, да, аркан солнца, на какие-то свои, может быть, детские проявления, может быть, ну, незрелые, может быть, еще уточню детский, с чем это связано, опять-таки девятка мечей, да, на повторе у нас идет, здесь я отпущу, это подниму, девятка мечей, вы закрываете глаза на то, что, смотрите, здесь луна, здесь солнце, на то, что вы не совсем понимаете, на то, что не совсем как-то вот известно, что ли, заметно, что иногда, может быть, здесь даже на какие-то детские страхи вы закрываете глаза, еще уточню, мне не совсем понятно здесь, что здесь может быть, вот вы был маг, здесь какая-то связка есть мыслей и эмоций, что по магу здесь, да, бесконечная вот эта вот путаница, бесконечное движение мыслей, некая такая, вот знаете, подвижность, и здесь восьмерка у нас говорит о подвижности, то есть вы как будто бы в своей голове скорее всего о чем-то думаете постоянно, вот, причем то, о чем вы думаете, это вас пугает, и вы от этого действительно здесь по девятке мечей убегаете, то есть вам кажется, что если я натянусь на себя вот эту вот майку, да, ну, либо там футболка, не знаю, не важно, как называется, я как будто бы не увижу то, что меня подгоняют вот эти вот бесы, а здесь мы видим всевидящее око, то есть ты можешь заниматься самообманом, уходя в себя, да, говоря, что нет, отрицая, что что-то существует или нет, но при этом это не перестает существовать, то есть ты только избегаешь, потому что тебе страшно, а что именно страшно, знаете, вот увидеть, скорее всего вот это вот солнышко, да, увидеть реальность такой, какая она есть, либо увидеть те моменты, когда вы ощущаете, ну, ведете себя как ребенок, да, может быть, незрело, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, моменты, когда где-то вот, нет, здесь вот нету эгоистичности, я думаю, может, все-таки есть, да, по энергиям, нет, здесь вот какая-то незрелость проходит, неготовность может быть повзрослеть, знаете, ощущение того, что когда вот вам эмоционально бывает действительно плохо, вы стараетесь убегать в те моменты, когда вам было хорошо, в какие-то воспоминания, ну, например, когда ваш человек каким-то образом ранит, если у вас с ним есть какие-то взаимоотношения, может быть, дружба, отношения, то вы будете в этот момент вспоминать, когда вам с ним было хорошо, допустим, вас кто-то обидел, вы будете вспоминать не тот момент, когда вас обидели, а наоборот, тот момент, когда с этим человеком было хорошо, как-то вот действительно здесь убегание, ощущение того, что вы как будто бы не хотите разбираться в какой-то ситуации, и вам проще видеть позитив, вот, причем, знаете, есть люди действительно, которые по своей натуре позитивные, а вы за этим позитивизмом, условно говоря, вы скрываете свой побег от реальности, то есть вы как будто бы псевдопозитивные люди, то есть я ухожу вот в это хорошее не потому, что я в это верю, а как будто бы от безысходности, да, вот то, что мы говорили, конец чего-то, решить надо задачу, а я ее не могу решить, я вижу безысходность, и мне проще переключиться на что-то хорошее, жизнь хороша, мир хороший, все такое, вот, и я убежала таким образом от того, чтобы решить какую-то свою задачу, только я еще раз прошу, мне просто важно понять, от какой эмоции, от какой эмоции вы здесь убегаете, закрываете глаза, на какую эмоцию в себе вы закрываете глаза, на четверку кубков, вот, люди тоже вас здесь видели тем человеком, что в какие-то моменты вы входите в некую такую, знаете, апатию в плане того, что мне и так уже все достаточно, все, я поняла, здесь эмоция, смотрите, вы закрываете глаза на эмоцию, которая с одной стороны помогает вам развиваться и расти восьмерка жезлов, но вам из-за того, что вы не идете в это новое, вы не идете в этот рост, вам проще знаете, как-то вот уйти в эту четверку кубков, что а зачем мне это будущее это нужно, да, то есть вы как здесь закрываете глаза, так здесь закрываете, да, вот такая поза закрытая, я не готов видеть этот четвертый кубок, который мне предлагает, почему, потому что для меня, для меня он такой же, как вот эти вот три, а здесь ничего нового нету, нет никакой разницы, поэтому то, что мне будет предлагать, шанс, возможность жить, выхода, да, из ситуации, я его не буду видеть, почему, потому что, ну, мне кажется, он такой же, вот как вот эти, вот которые у меня есть, поэтому, ну, зачем мне нужен, вот это то, что я говорила, безвыходность какая-то, да, безысходность, здесь чувство, я не, подоплека, какая эмоциональная, я не иду в новое, я не хочу новое, секундочку, я закрою дверь, я не иду в новое, а почему вы не идете в это новое, да, что здесь идет завершение, не идете вы в новое, почему, почему вам не хочется, ну, вот она, восьмерка мечей, опять, да, знаете, потому что, как будто бы, здесь есть сценарий того, что, либо вы не верите в себя, либо вот это, вот знаете, бесконечная череда проб и ошибок по жизни, она приводит вас к тому, что, как раз вот эта вот, четверка кубков, и говорит о том, что, чтобы я не сделала, все равно я буду получать один и тот же результат, какой результат, который меня не будет удовлетворять, он будет приносить мне эту бесконечную боль, поэтому зачем мне пробовать, потому что каждый раз, когда я пробую, да, я воспроизвожу, вот то, что я говорила, нашим сегодня, наше будущее, воспроизвожу, изначально, как будто бы программирую себя на неудачу, а здесь нужно копать еще глубже, здесь есть какой-то сценарий, который заставляет вас все время проживать эту бесконечную боль, которой вы боитесь, и поэтому, чтобы ее не решить, что вы здесь делаете, я убегаю вот в то, что, ну, все хорошо, либо в какие-то детские эмоции, да, где-то вот я сейчас порадуюсь, чем-то себя порадую, что-то сделаю, вы не идете, вы не видите, вы не спускаетесь глубоко для того, чтобы увидеть, что здесь, здесь какая-то травма есть, которая не дает, знаете, как-то вам идти в будущее, и вот вы идете, идете, да, уперлись в стенку, и все, больше я не буду искать выхода, вот у вас такое ощущение, что вы все время будете упираться в какой-то потолок, все время в какую-то безысходность, и здесь восьмерка мечей, о чем говорят, что это в прошлом, да, вот эти вот восьмерки, которые, ну вот ваши мысли, попытки, здесь череда неудач, да, и вот эта череда неудач, она, с одной стороны, она вас как будто бы показывает то, что что вы, что-то вы делаете, да, не совсем правильно, потому что, ну, иначе вы бы пришли к тому результату, который вы хотите, а здесь, если вас это никуда не приводит, значит, вы просто делаете одно и то же, только по-разному, а вам надо сделать что-то другое, не так себя вести, по-другому, какой-то другой сценарий надо использовать, а вы здесь как-то, вы знаете, здесь одна модель, и вы ее воспроизводите по-разному, ну, например, разные интерпретации одной и той же модели, а вам говорят другую модель, например, любите вы юбку ГАДЭ, все, вы ее будете шить из разных материалов, из разных цветов, но это будет ГАДЭ, то есть это никогда не будет юбка-клеш, либо никогда не будет юбка-карандаш, а вам говорят, вам надо, допустим, носить юбки-карандаш, что ты привязалась к этой ГАДЭ, а вы говорят, нет, ну, я же ношу другие юбки, какие, тоже ГАДЭ, только другого цвета, либо не из лина, а из шелка, понимаете, и вот вам кажется, что какая разница, зачем мне юбка-карандаш, да, вот это вот четвертый куб, и зачем мне эта юбка-карандаш, что она изменит, это тоже юбка, ну и что, что это другой фасон, как говорится, но это же тоже юбка, здесь какие-то такие убеждения, здесь травма какая-то идет, хорошо, давайте посмотрим, какие, на какие эмоции вы закрываете глаза, что говорят о вас люди, да, туз мечей, на какую-то правду, на какую-то правду о себе, либо на то, чтобы вскрыть на эмоции, связанные как-то с конфликтностью, вот вам нужно действительно для разрешения, вам нужно ситуации увидеть правду, вы уходите в иллюзию, вы не видите, вы не замечаете, причем здесь как-то, знаете, уже осознанно вы себя убедили, что вам это правда не нужна, помните, мы здесь говорили, да, по десятке педаклей, что люди говорят, вы не видите вот эту вот мудрость других людей, вы не видите реальность, не готовы принимать опыт других людей, потому что у вас есть своя правда, а эта правда, она не приводит вас уже, ну, она, как бы так сказать, это старая система, вам нужна новая, мир изменился, а модели ваши старые, и вот все, что связано с правдой, вызывает вас как какую-то, ну, конфликтность, да, боль, а мы же сказали, вы боитесь боли, поэтому любое новое начинание, оно для вас будет болезненным, и вы его будете избегать, в этом новом есть какая-то боль, вспоминайте, что у вас было связано с новизной, не знаю, может быть, какие-то болезненные травмы, связанные с переездом, куда-то приехали в новое место, и это новое место, оно вам было болезненным, и как-то запечатлилось, что что-то новое равно боли, а вы этой боли физической избегаете, так, смотрим, смотрим еще вот на этой, да, колоде, какие эмоции, да, вы закрываете глаза на эмоции боли, да, что-то такое, вскрытие чего-то, чего именно, что здесь вскрывается, вверх ногами колоду держу, ну, вот смотрите, десятка кубков, очередная, видно, да, очередная десятка выпала, вы идеализируете мир, десятка кубков, смотрите, мы видим здесь человека, который закрыл глаза, возможно, это его противоположность, да, потому что мы видим, что он все-таки мужчина, а здесь изображена тень привидения, да, женская, и между ними вот это вот сердечко, и оно выходит вот именно на свет, на солнце, смысл этого аркана, говорит, в десятке кубков в этой колоде, да, Тару сумасшедшего дома, говорит о том, что есть некая такая идеализация, что будет время, да, здесь он краски спит, что во сне где-то мы соединимся, то есть вот ощущение, иллюзия, что где-то там, вот как здесь по солнышку, да, где-то там будет когда-то хорошо, я в это верю, да, причем вот какие-то ненужные вот эти вот надежды и идеализации мира, что есть единение какое-то, с другой стороны, вот это вот 10 кубков, полная наполненность счастья, что это нереально, здесь ощущение того, что вы вообще не верите в счастье, что оно существует, вот как будто вы на счастье, вы закрываете глаза, хорошо, идем дальше, следующий вопрос, какие амбиции вы никогда не реализуете из-за ваших собственных страхов, сомнений, сценариев, давайте посмотрим, как вы считаете, какие амбиции вы никогда не реализуете, ну вот смотрите, ощущение того, что так, выше поднимает, восьмерка в пендакле, связанная с вашим профессионализмом, ощущение того, что вы никогда не станете профессионалом, когда я готовила вопросы, человечек, с которым мы вместе творим на наших каналах, сказал мне о том, что вот этот вопрос, он как будто бы, ну, роковой, какой-никой такой фатум, да, что он отрезает, что как будто бы нет возможности, то есть не слишком он категоричный, на что я сказала, что нет, почему, потому что это вот как раз вот эта вот идеализация, да, мира, либо своих каких-то возможностей, это ощущение каждого человека, его потенциала, мы все знаем, на что мы способны, но из-за того, что мы его не реализуем, мы начинаем об этом просто мечтать, что где-то когда-то я стану, там, я не знаю, супер гуру, мастер, там, еще что-то, вот здесь вот какие амбиции вы никогда не реализуете из-за своих собственных страхов, это как раз-таки свой профессионализм, это ваше ощущение, что я никогда не стану профессионалом того уровня и масштаба, которым я, я не знаю, предрасположу, вот так давайте скажем, здесь вот как раз-таки вот это вот мастерство, человек получает удовольствие от однообразного какого-то своего труда, но при этом он очень ценный, да, потому что мы видим здесь вот одинаковые вот эти вот монетки, вот он над восьмой работает, прям, и здесь есть удовольствие, здесь есть наслаждение, здесь, откуда мы это понимаем, да, здесь нету каких-то мученических, да, взглядов, ну, то есть выражения лица, здесь человек полностью сфокусирован, то есть мы не будем фокусироваться на том, что нам не нравится, это так или иначе что-то нас будет здесь отвлекать, а здесь мы видим человек, что, ну, он же не случайно вот эти вот все пендакли, да, свои какие-то регалии, да, свои какие-то знания здесь все повесил, и вот, что, вот смотрите, да, я, я что-то строю, вот здесь вот ощущение того, что ваша амбиция стать прекрасным профессионалом, либо в своем деле, в котором вы сейчас находитесь, либо вообще реализовать то дело, о котором вы мечтаете, и вот это вот, вы это никогда не реализуете, то есть я подчеркиваю, по причине каких-то ваших страхов, сомнений, да, что, либо я не уверен в своем мастерстве, либо я не смогу масштабировать, вот здесь именно о глобальности идет какой-то, да, я никогда не стану мастером того уровня, либо то дело, которое я люблю, я никогда не смогу довести его до, как-то вот, признания людей именно вот этого таланта, который у меня есть, да, мастерство, которым я владею, а что здесь за страх, почему он мешает вашей вот этой вот амбиции, да, стать мастером, не дает, что здесь за страх, либо сценарий, так, шестерка монет, тоже монеты, краски тоже про профессионализм, что здесь за страх, дайте, в этой колоде смотрите, мы видим императора, да, в виде Наполеона, у которого на шее сидит демон, и речь здесь идет о том, что я настолько закостенелый, я настолько нахожусь вот в какой-то некой такой своей стагнации, что я не способен сам оценивать, где есть добро и где есть зло, и это делает за меня мои теневые какие-то аспекты, вот мы караски спросили, что здесь за сценарий, либо за страх, вот ощущение того, что меня не оценят как мастера, и здесь может быть двойственное, либо где-то я чрезмерно выслуживаюсь кому-то, либо наоборот, я не доделываю что-то для того, чтобы стать вот этим вот мастером, то есть бывают такие моменты, здесь как некие такие качели, с одной стороны, я здесь сумасшедший получает мышь в подарок, как некая такая мышинная возня, то есть я создаю иллюзию того, что я что-то делаю, и у меня что-то получится, то есть с одной стороны, вы возможно верите, что я же что-то делаю, но по сути у вас же есть этот сценарий, не идти в новое, некая такая болезнь, боязнь даже, что это новое, оно причинит мне психическую и психологическую боль, травму какую-то, снова будет проигрывать, и я не готов идти в это новое, и поэтому вы создаете иллюзию того, что вы очень много работаете, либо что-то делаете, для реализации своих амбиций, да, мышинная возня, а с другой стороны, я здесь заслужила эту шоколадную медаль, которая вам кажется, что если вы достигнете того, чего вы хотите, это опять вас не будет удовлетворять, почему, потому что это вот как-то, все равно это будет не по заслугам, то есть меня не могут оценить в полной мере, знаете, вот какую-то мою уникальность, гениальность, да, ну нету таких людей, которые бы смогли это оценить, опять-таки, не забывайте, это с вашей точки зрения, это не то, что есть, как видят другие люди, это ваши амбиций, да, что с одной стороны, я недостаточно делаю, а с другой стороны, я делаю так много, что это все равно никто не может понять, и вот здесь вот эта вот, закостенелость в этих рамках, она как будто бы не дает вам возможности быть гибким, для того, чтобы реализовывать свои профессиональные амбиции, как люди видят, какие амбиции вы никогда не реализуете, так, это у нас Феникс Жезлов, да, Феникс Жезлов у нас говорит, ну то есть в классике это королева Жезлов, о чем здесь речь идет, какие амбиции, амбиции по поводу как раз-таки, знаете, коммуникации, то есть такое ощущение, что вы как будто бы в полной степени не можете быть услышанным, проявленным, да, вот здесь вот это вот есть, причем опять-таки, смотрите, пересекает в некой степени того, что я вам только что озвучила, да, здесь либо недочет, да, либо чрезмерное, то есть как будто вы баланса не можете, из-за того, что вы не можете найти этого баланса в профессиональной сфере, вы не можете себя проявить, да, то есть либо вы ничего не делаете, либо делаете настолько много, что и люди это принять не могут, и поэтому какие амбиции, амбиции связаны с перерождением, амбиции связаны, то есть с обновлением, видите, вы как будто бы не можете обновиться, одно и то же, То есть даже если вы делаете в своей сфере что-то, вы все равно это делаете, знаете, не новую обувь, а как будто бы дублируете одну и ту же модель. Вот выбрали кроссовки, и все, как конвейер, одни и те же кроссовки. У вас есть предпосыл к тому, чтобы делать, ну, допустим, я не знаю, туфли на платформе, либо там, я не знаю, каблуки с каблуками, ну, то есть, либо сандали. То есть разнообразить как-то, у вас есть этот потенциал, а вы его не можете разнообразить, потому что вы не можете себя проявить. Здесь какие амбиции, вы как будто бы не можете, вам не хватает этой яркости, удовольствия, да, может быть, даже где-то проявить некий такой эгоизм. Почему? Потому что люди, которые как-то вот огненные, яркие, да, в какой-то степени они храбрые, открытые, да, честные, но и с другой стороны где-то вот может присутствовать некое тщеславие. То есть посмотри, какой я молодец, я же это смог, в этом нет ничего плохого, если это дозировано. То есть показать, посмотри, вот они мои заслуги, вот я уже сколько их наработал, целых семь штук, да, вы же работали над этим. То есть здесь не говорит об эгоизме, а здесь говорит, а покажи всю себя, покажи, что ты уже наработал. Королева Жезлов здесь про это говорит. А почему они считают, что вы никогда не сможете реализоваться вот именно в проявлении себя полной степени? Потому что вы как будто бы знаете рыцарь монет, интересный художник здесь, ну, даже он даже не только художник, здесь человек, который создает эти нового поколения, да, я бы так сказала, я же не помню, как его зовут, но не суть. Вы как будто бы не можете свои идеи монетизировать. Вы не можете свои идеи заземлить, проявить. Потому что вы как будто бы не очень верите, что это получится. Вот я говорю, либо чрезмерно, либо ничего. То есть здесь страх того, что у вас может быть в голове куча идей, но, и они действительно ценные, они действительно нужны. Но вы людям это не показываете. Вот по королеве Жезлов вы не проявляете. У королеве Жезлов есть теневая сторона, она всегда что-то не договаривает, либо что-то не показывает. То есть есть что-то, что не проявлено. И вот здесь вот это вот то, что что-то скрывается, что-то не договаривается, что-то не проявленное. Вам это нужно показывать людям. Вот в своем профессионализме, да, вы как будто бы показываете только вот переднюю сторону этих пендаклей, а обратную не показываете. А там, возможно, опять-таки, это по вашей, субъективному вашему мнению, что это не нужно людям. А людям, может быть, именно это и нужно. Вы как будто бы не верите, да. Почему именно здесь этот персонаж изображен? Какова его история, да. Это один из богатых, либо скульптор, художник, но он все вместе в Англии. Почему? Потому что он поверил в свою идею. Здесь, значит, череп сделан, изображен. Причем настоящего человека в возрасте 33 лет, да. Зубы здесь инкрусированы с драгоценными камнями. Вот. Не знаю там, насколько видно. И он, вот эта вот, как это, скульптура, если ее так можно назвать, да, она была продана за миллионы английских лир. То есть человек в это поверил, он это сделал, он так увидел, у него есть свой концепт в том, что он сделал, что он создал. И нашлись люди, которые это купили, только потому, что он в это поверил. И вот ваша, да, вот суть заключается, люди говорят о том, что вы не проявляете, потому что вы не верите в свои идеи. А люди верят в вас. Вот в чем, понимаете, фишка. Здесь я хочу просто спросить, а что вам нужно сделать? Мне хочется сказать. Что сделать, да, как будто бы карты смеются. Над нами сегодня Аркан Мира. Так, подвину. Что нужно сделать? Аркан Мира. Посмотрите на эту карту Аркан Мира. Мы видим здесь Вселенское яйцо, да, как начало. Выйти. Выйти за рамки. У нас везде здесь есть рамки. Рамки нашего мышления, да, наших страхов. Сомнений в себе, неуверенности. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто выйти за эти рамки. Позволить себе, разрешить, сделать что-то такое, знаете, вот необычное, сумасшедшее. Сумасшедшее в вашем восприятии, да. То есть то, что вы себе не позволяли. Что такое непредсказуемое. То, что от вас не ожидают. Вы предсказуемые до невозможности. Но с другой стороны, внутри вас столько всего необъятого, столько всего такого огромного потенциала, да. Потому что здесь все-таки это яйцо Вселенское. Неизвестно что, то есть здесь мир, следующий аркан, шута, начало. Завершение, выйти за рамки себя, позволить себе сделать то, на что вам кажется, что вы никогда не способны. То есть все время как-то преодолевать. И здесь плюс ко всему вот эта новая новизна. То, чего вы боитесь. Мне кажется, надо сделать какой-то расклад, да, возможно, даже на одну позицию. Почему вы боитесь нового? Что здесь за травма? Здесь нужно вот прям сесть и разобраться. Какая травма? Почему вы боитесь этого нового? Здесь не инициативы, а вот что-то здесь, понимаете, здесь не то, что страх неизвестного. Нету страха будущего, да. А есть страх какого-то конкретного момента, что вы не хотите увидеть в этом будущем. Мы не можем бояться того, чего мы не знаем. Мы боимся того, что мы знаем и мы видим или мы проецируем, вот она ваша проекция будущего. Но чего именно ваша вот эта вот тревожная натура вам здесь не дает. Хорошо, посмотрим дальше. Сейчас не буду в этом разбираться. Вот, смотрим последний наш вопрос. Какие ценности вызывают в вас отвращение либо отторжение? Ваши ценности внутри вас. Конфликтность, вот смотрите, конфликтность и целеустремленность. То есть, смотрите, вас дико бесит. Почему я говорю бесит? Потому что, ну, отторжение, отвращение. Вот именно тех моментов, знаете, вот какой-то вот напористости, какой-то, знаете, вот скорости и бескомпромиссности. Вот эти моменты в других людях, именно, если мы говорим о ценностях, в коммуникации. Потому что все-таки это мечи либо умыслительных каких-то процессов. Вас это вызывает отторжение. То есть, когда ваш оппонент, это вам так кажется. Нет, это ваше восприятие. Это вы себя так воспринимаете, что где-то, возможно, вы бескомпромиссны, что, возможно, где-то вы слишком, ну, не знаю, наглые, может быть, хамоватые, может быть, такие, знаете, одержимые бываете, и стараетесь вот все протолкнуть, продвинуть, сделать так, как вы хотите. Это ваше восприятие, еще раз повторяю. Вы себя так воспринимаете, что вы достаточно жесткий, что вы можете обидеть, что вы можете где-то резко кому-то ответить. И вот это вот внутри себя вы не воспринимаете. Это вызывает у вас самих отторжение. А почему? Потому что, а вы же мягкий человек, да, по своей натуре. Вы же достаточно эмпатичный, королевя кубков, да, вы чувствительный, вы ранимый. Вам самим не нравится своя психологическая боль, вы ее ненавидите. И когда вы причиняете боль другому человеку, будучи эмпатом, вы чувствуете, что вы ему сделаете больно, и вы себя за это не любите. Вам это не нравится, когда вы делаете боль другому человеку. Потому что вы помните в себе, когда вам больно, каково это. И из-за этого вы избегаете конфликтность. Туз мечей. Помните в эмоциях, да? Вы никак не можете, вы не видите этого момента, не принимаете, что иногда надо быть, да, что надо отрезать вот эту вот свою идеализацию. Утопия того, что все должно быть в гармонии и в балансе. В мире дуальности такого не может быть, да. Всегда будут отклонения в одну сторону и в другую. И вот вы в себе ненавидите вот это, знаете, то, что вы можете причинять боль. Потому что вы знаете, каково это, когда вам кто-то делает больно и неприятно. Почему? Почему вот это вот? Ну что вам сказать, да? Карты вместе со мной говорят сегодня. Оп! По секундочку. Упала бутылка с водой, как раз таки, да? Кубки разлились, чувства эмоции разлились. И у меня собака туда-сюда ходит, дверь открывает. Туз кубков. Почему? Потому что, знаете, интересный момент. Вы же эмпатичны. Когда вы делаете больно другому человеку, вы чувствуете эту боль на себе. И по сути получается, когда вы делаете больно другому, вы наносите эти раны себе. А у вас и так своих достаточно. Зачем вам еще и чужие? Поэтому вы не любите, когда эмоции негативные переполняют вас. Вот туз кубков. Какие ценности вызывают отторжение либо отвращение в вас? И что, как люди видят? Как люди видят, что вас? Вот она, королева кубков. Интересный момент. О чем здесь речь, да? Вот она, королева кубков. Все, что связано с любовью. Почему-то люди считают, что все, что связано с чувствительностью, с какой-то эмоциональностью, что это вызывает в вас отторжение. И на самом деле ведь это так. Только люди не понимают, почему. Потому что вам эмоции, они приносят боль. Не всегда, конечно. Но вы акцента делаете на болевом вот этом вот моменте. Почему они считают так, что вот именно вот эта вот чувствительность, ваша эмпатия, вы ее как будто бы отказываетесь. Ну вот отказываетесь от эмоциональности, что вам это вызывает отторжение. Почему они так считают? Потому что вот эта вот эмоциональность, я надеюсь, видно карты, да? Это отшельник. Вот эта вот эмоциональность, она как раз-таки закрывает вас. То есть вам становится больно, и вы закрываетесь. И люди это видят. Вы как будто бы создаете иллюзорный мир, в котором все хорошо, да? Вот поэтому я и сказала ранее про утопию, да? Когда все хорошо. Вот смотрите, вот мы убегаем в это солнышко, да? Вы не позитивный человек, но вы убегаете от реальности. Особенно когда вас окружает очень много боли, либо несправедливости. Вы закрываетесь. Вы закрываетесь в себя и начинаете искать какие-то ответы. Вы чувствуете себя виновным. Здесь опять-таки вот она ваша тревожность, да? Чувства видны. Вы берете всю ответственность на себя. Там где-то что-то произошло. Это я виноват. В большей степени произошла какая-то ссора, конфликт, да? Вскрылась какая-то правда. Вы на себя берете вину. Это я виноват. Я мог по-другому сделать, да? То есть здесь, с одной стороны, вот это вот в некой степени эгостичность, если вы себя считаете во всем виновным. А с точки зрения, да, здесь мудрость, вот эта вот философия, да? Я понимаю, как устроено все в жизни. И поэтому я мог бы как-то по-другому поступить, да, что-то сделать. Вот с этим связано, да, чувство вины. Ну, я же, как говорится, да, я мудрее, я взрослее, я больше понимаю. Я мог бы поступить по-другому. И с другой стороны, вот эта вот вина... Ну, я вам приведу вот такой пример, чтобы наглядно было. Например, вы говорите другому человеку, но просите его что-то сделать, да? Даете ему какое-то поручение. Условно говоря. Человек решил взять инициативу на себя и не выполнить ваше поручение дословно, так как вы сказали, а проявил какую-то, ну, по-другому что-то сделал. Ну, вы ему сказали, вот у тебя, например, 20 рублей, вот. Ну, ты должен на 10 рублей что-то купить. А человек говорит, ну, если у меня есть 20, зачем я буду на 10 покупать, да? Я могу купить на 18. Пошел, потратил 18. И вы начали, ну, то есть он пришел, стал вам отчитываться, вы начали его ругать. То есть я же тебе сказал на 10, да, я дал тебе дополнительно еще 10 рублей. На всякий случай вдруг что-то случится. Но это не значит, что ты должен был потратить все эти 18. Да, зачем ты проявил инициативу, тебе просто надо было выполнить то, что тебя просили. И в этот момент человек, ну, расстраивается из-за своей ошибки, он начинает плакать. Вы чувствуете его боль. И у вас появляется, с одной стороны, чувство вины. Ну, зачем я накричал на этого человека? Ну, поступил он, проявил как-то инициативу. Можно было же бы мне по-другому это сказать. А с другой стороны, вы понимаете, что потратив дополнительную сумму, вам теперь надо как-то по-другому переоценивать свой баджет. И вам где-то будет что-то не хватать, то, допустим, на что вы рассчитывали вот эти вот дополнительные 10 рублей потратить. То есть, с одной стороны, это для вас лишняя работа, а с другой стороны, вы причиняете боль другому человеку. Из-за того, что вот как-то накричали, можно было по-другому сказать. И вот это вот бесконечное состояние вам приносит дискомфорт, вам проще закрыться, убежать. Это вот побег от реальности. Я не могу жить в этой реальности, потому что я не могу найти вот это вот, королеву жезла, правильный, верный способ коммуникации. Я в большей степени беру на себя ту ответственность, которую можно было бы разделить. То есть, вы берете на себя намного больше. И вот здесь вот это вот, поэтому, скорее всего, ваши вот эти вот амбиции в профессиональной сфере, даже не то, что профессиональные, вообще амбиции сложно реализовать. Почему? Потому что вы как-то вот, не настроен у вас навык коммуникации, да, общения, донесения информации. То есть, вы как будто бы воспринимаете все, все, что я не скажу, да, это вот будет как будто бы не в попад. Ну, не то, да, это будет причинять, либо я себя обижаю, либо я другого обижаю. То есть, почему-то вот такая вот по императору у меня все-таки здесь идет какая-то концепция, то, что я говорила, какая-то система. Вот вам эту систему нужно рушить, потому что она не дает вам никакой, ну, пользы от нее нет, кроме проигрывания и подтверждения тех убеждений, которые у вас есть. Что жизнь – это вот бесконечная какая-то боль, коммуникация – это боль, это проигрывание одной и той же своей травмы. Надо же как-то поддерживать, да, вот это вот убеждение. Вот, и поэтому вы в это верите, вы это прокручиваете по своей тревожности, да, этот сценарий. И вы получаете как раз-таки то, во что вы верите, вот эту вот свою тревогу. Давайте вот совет возьму на колоде соулкарт, посмотрим. Советы мы будем уже завершать. Что вам нужно сделать? Просто совет. Смотрите. Вот карта. Опять-таки зеркальное отражение у меня слева. Вот это вот мое лево, а вот это вот мое право. Человек, смотрите, находится между двух деревьев, да, и он смотрит в прошлое. Он опять смотрит в прошлое, не в будущее. И здесь вот это вот его правое, так как я вижу, это моя левая, а если я буду на его месте, это вот правая сторона. И здесь у нас как раз-таки и голова, правая сторона. То есть вот эта вот вся часть, она у нас соответственно за рацию, за разумность. И вот вы как будто бы хотите, во-первых, вы направлены в прошлое и разбираетесь бесконечно в этом прошлом. С другой стороны вот этот вот красный цвет, какой-то коричнево-оранжевый, он мне напоминает какую-то травму, вот которой я говорила. И здесь, причем, знаете, вот эти вот деревья, они как-то сделаны, как будто бы вот так вот руки, да, сложены. Вот. И голубь, как некое очищение. Вот здесь вот подсказка, да, поработайте с тем, что я озвучила ранее с этой травмой. Почему вы не идете в новое? Что здесь за травма? Это поможет вам по голубю очистить, очистить свою душу. Причем вам это нужно поработать не на уровне бессознательного, там, я не знаю, гипнотерапии или еще что-то, нет. А вам нужно действительно подумать. Здесь именно созидательный вопрос, да, увидеть это, вспомнить эти моменты и поработать. Причем, знаете, безэмоционально, потому что здесь выражение лица такое достаточно серьезное. Ну, то есть нету слез, нету эмоций, переживаний. И это будет ваша забота, вот эти вот руки, да, забота о самих себя. Да, то есть если вы что-то хотите сделать для себя, действительно важное, поработайте с этой травмой. Что там было? Почему вы не идете в новое? Что вас сдерживает, да? Какая-то боль сины, постоянно вы воспроизводите вот эту вот свою тревожность. Где этот корень? То, о чем вы тревожитесь на самом деле, да? Не то, что с вами сейчас происходит. А здесь есть какая-то одна программа конкретная, которая постоянно заставляет вас тревожиться. Смотрите, с одной стороны, еще раз скажу, плюс этого всего заключается в том, что ваша тревожность, она вас как будто бы мотивирует на то, чтобы вы двигались вперед, да? А с другой стороны, она вас и останавливает от того, чтобы вы шли в это новое. Здесь все зависит от того, куда идет перевес. Пойдете вы в это новое или нет? Какое бы оно ни было, да? Вот именно новое-новое, ваше новое завтра. Вот такой был расклад. Я хотела его сделать. Я хотела погрузиться и сделать вот действительно психологический расклад. И если бы у меня было еще больше времени, а я и так уже говорю, на одну позицию, на час пятнадцать, мы бы смогли с вами погрузиться и все-таки увидеть вот эту вот травму. Но задача была все-таки расклада вытащить потаенные моменты в ваших мыслях, эмоциях, ценностях, амбициях, проявлении себя. Да, то есть увидеть то, что вы не видите. Но, по сути, этот расклад, он показал о том, что то, как вы себя воспринимаете, то, как вас воспринимают люди, по сути, очень созвучно, очень схоже. Вот как-то так. Так, пожелаю вам всем отличных выходных и до новой недели. Всем пока-пока.